В России пытаются создать Краснодара Армянскую Республику. Пока российские политики заигрывают с давно продавшимся Сороса и Раваном и продолжают поддержку армянского сепаратизма на территориях других стран, в самой России зреет очаг армянского сепаратизма. Мы в своих предыдущих эпирах об этом часто говорили и предупреждали и россиян, и российских политиков о том, что скоро в России начнут повторять те же самые сценарии, которые произошли в Азербайджане в 1988 году. В сети уже гуляет определение Краснодара Армянская Республика. Коротко Кар, очень похоже на НКР, который армяне также выстрадили себе в Азербайджанском Нагорном Карабахе. Среди местных этнических общин, которые армяне уже стали вытеснять из Краснодара, Сочи и других городов юга России, плотно заселенных армянами, растет недовольствие в связи с армянскими претензиями. Несчастные неармяне этого региона пишут на ресурсах социальных форумов, неизменно причисляющие себя к обездоленным и многострадальным армяне, всяческими силами пытаются стать хозяевами участков земли и объектов в центре городов и внесения в школьные предметы глав об истории заселения Краснодарского края древними армянами. Союз Армян России обратился в Департамент образования и науки Краснодарского края с предложением ввести в изучаемых школах предмет кубановедения главы о местных армянах, что вызвало недовольствие местных жителей, передает сайт gradator.ru. Самые проницательные краснодарцы уже проводят параллели между предложением об изучении в школах истории переселения армян с сепаратизмом в Нагорном Карабахском регионе Азербайджанской республики, поскольку в отличие от других народов, населяющих Кубань, армяне не ассимилировались, не растворялись в межнациональном плавильном котле и до сих пор сохраняют свою национальную идентичность. И это всего лишь начало. Местные жители начали предпринимать этот вопрос против армянской экспансии и находят в подтверждении своих опасений различные высказывания армянских духовных лидеров. В частности, делятся в сети обращением католикосов всех армян Вазгена I к армянскому народу. Это звучит так. Пора в крестовый поход против русских. Я думаю, что для наших зрителей будет полезно ознакомиться с текстом данного обращения. На обращение католикосов всех армян от 12 июня 1988 года, которое приведено в книге Шах Назарова под названием «Судьба» на страницах 50 и 52. На армянском языке говорится следующее. Открываются кавычки. «Не секрет, что наши земли еще не все принадлежат нам, но придет время их завоевывать и заселять. За последние 40 лет армяне заняли земли предков, их там уже 60%. Постепенно высвобождаются из-под русского влияния земли в Краснодарском и Стабропольских краях. В Армавире, Северной Армении, так у армян именуется Ростовская область, кстати. Наших земель 80%. И если разумно поступать, мы заселим Ростовскую область армянами. Беспокойству нет причин. Нас поддерживает много наших сторонников, занимающие высокие посты в Москве». Тут кавычки закрываются. А ведь так дальновидим был армянский католикоз Вазген I в преддверии развала Советского Союза, благословляющий армян на войну с азербайджанцами, чтобы получить их земли. Тогда же он благословил своих соблеменников и на поглошение русских земель, но в свое время. И так был прозорлив, привидья, не пройдет и полвека, как армяне тихой сапой возьмут власть в Москве. Это то, что мы имеем на сегодняшний день. Многие стратегические позиции и сферы в России занимают этнические армяне. Они же ведут Россию в русле своих интересов. При этом информированные граждане пишут в соцсетях, «Россия бумерангом вернутся в та ситуация, которую она сама поддерживала в Нагорном Карабахе, в Абхазии и в Осетии». В 1992-1993 годах местная армянская община выступила против грузин, с которыми армяне вместе жили на территории одной страны. И вот сегодня Абхазия заселена и управляется армянами. Точно так же они забудут благодеяние русских. Впрочем, уже забыли. Краснодарцы также предостерегают. Нельзя забыть, что армяне Краснодарского края и армяне Абхазии имеют одни и те же корни и одно и то же происхождение. Это в основном переселенцы из восточной Турции, преимущественно так называемых амщенцев. И нынешняя показучная лояльность к России ничего не говорит. Так что точно так же, как и армяне уверяли свои дружбы с азербайджанцами в Карабахе, с грузинами в Абхазии, пока не началась война в этих странах. Как мы понимаем, должны страстись три важных фактора для совершения армянских желаний. Первое. Компактное заселение региона армянским этносом. Второе. Подконтрольная армянам центральная власть в Москве и контрольные средства массовой информации. Третье. Благоприятствующая геополитическая ситуация. Желательно война. Армяне начали войну в Карабахе под видом самоопределения и хапнули часть территории Азербайджана. А сейчас под носом у России заселяют оккупированные азербайджанские земли армянскими переселенцами из Ливана и других стран Ближнего Востока. Что приведет к появлению здесь армянских боевиков. Армяне устраивали провокации в Абхазии, которые привели к войне. И вот Абхазия уже армянская. А сейчас Армяне пытаются устроить большую войну между Россией и Турцией. Чтобы оторвать Турцию к так называемую западную Армению. Которую не смогли заполучить после предательства турков в год Первой мировой войны. Серьезно насторожила и обозлила местных жителей и статья некого армянского националиста Игора Мурадьяна. Который призывает краснодарских, ставропольских армян вооружаться и готовиться к самообороне. И вот таким образом Игорь Мурадьян обосновывает свой призыв. Цитирую. В настоящее время армянские общины в Краснодарском крае менее организованы, чем 10 лет назад. Во многом это стало возможным из-за того, что армянские общественные организации, прежде всего Союз Армян России, сделали немало для дезорганизации армянских общин. И конечно же в Краснодарском крае. Давно известно, что в Краснодарском крае установлен режим жесткой дискриминации армянского населения. Что несомненно является частью государственной политики Российской Федерации. Нужно еще раз напомнить слова Владимира Жириновского. В России происходит гражданская война и люди должны быть вооружены. И подавлять любые попытки совершения преступлений против них. Слова Мурадьяна заканчиваются. Армянская ложь не перестает поражать. Это в Краснодарском крае установлен жесткий режим дискриминации армянского населения. Там, где везде армяне, весь край у них под контролем. Торговля, бизнес, силовики, бурякратия. То есть армянство пытается искусственно нарастить в общественном мнении мысли и формы на тему боль и притеснения армян. Которые должны вооружаться, чтобы подавлять любые попытки совершения преступлений против них. И это заявляет самый обласканный в России этнос. Ничего не напоминает вам? Сценарии абсолютно той же, что в азербайджанском Карабахе. Сначала заселились и пустили корни. Потом все подчинили себе и подготовились к решающему шагу. И стали кричать о притеснении, дискриминации, самообороне и самоопределению. Так что Карр – это вторая Нагорно-Карабахская республика, в кавычках. Как эффект бумеранга возвращается к самой России. При этом информационное пространство России постоянно наполняется армянскими материалами тенденционного содержания. Особенно по теме армянского присутствия на Кубани и на Ставропольском крае. Примечательно, что почти все фотографии под эти статьи – это различные иллюстрации армянского флага. То молодежь, то различные геноцидальные акции, то творческие коллективы. И все с армянскими флагами в России. Что это значит? Один из пользователей сети, не выдержав, написал в своих комментариях к статье по теме армянского Сочи следующие. Николай Ильин, цитирую, автор «Вы тут пророссийских армян посоветуете? Это хорошо, у нас в России много разных народов. Но при чем тут армянский флаг? Армения – это чужая страна, ведущая антироссийскую политику. Ее граждане жгут российские флаги и требуют выхода нашей базы из их территории, которая их же охраняет. Если таких или иных не станет больше, то в России после какой-нибудь войны появится своя Нагорно-Карабахская республика под названием Краснодарская Армянская Республика. Ну, именно Краснодарская Армянская Республика. Флаги у них уже есть. В качестве герба возможно появится ворона с сыром. Так что Кар – это и есть тот самый Кар, который выпускает из своего клюва ворона, когда отпускает сыр. Недаром корнем слова «ворона» является слово «вор». Но это совершенно другая тема, о которой мы с вами будем говорить в следующих наших эфирах. Благодарю вас за внимание. Следите за нашими эфирами дальше. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok